Слава Богу, народ Божий! Такое хорошее пение, слово было сказано. Знаете, я хочу сказать, что я из города Сакраменто, и сегодня так случилось, что я опоздал на самолет. Хочу сказать, что слава Богу, что я не опоздал на небесный самолет. Поэтому самое главное, чтобы мы не опоздали. И Божьи двери сегодня открыты, Божьи объятия сегодня открыты, чтобы мы прибегали к Нему, и чтобы мы обращались, и Он любит каждого из нас. Спасибо за то, что вы дали слово, чтобы я мог немножко поделиться. И прошу прощения, что если, может, по времени у вас задерживается все. Но брат говорил сегодня, что новости, они в основном всегда негативные. Но я хочу сказать, что у нашего Бога новости позитивные. Давид говорит, даже если и пойду долиной смертной тени, какой результат? Не убоюсь, потому что твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Поэтому, если мы держим свой фокус на Иисуса Христа, как на начальника и совершителя веры, я вам хочу сказать, что конец, он триумфальный. Конец всегда радостный. Потому что наш Бог, Он уготовил нам жилище на небесах. Я хочу, чтобы мы сегодня укрепились надеждой на Господа, как однажды это сделал Давид. И, знаете, я как-то размышлял, я даже, я планировал быть вовремя. И мне сказали, что Валера, что ваш пастор Константин хотел, чтобы я поделился словом. Я хотел говорить на тему, такую, страх парализует веру. Действительно, на сегодняшний день очень много страха и очень много со стороны этого мира, социальных сетей, где мы находимся, если так посмотреть, везде негатив. Согласитесь с этим, это реальность. Мы живем в такое время, как братик уже сказал, что новостей позитивных мало, в основном один негатив. Поэтому я вспомнил сразу историю Давида и Голиафа. Вы помните, да, когда 40 дней необрезанный филистимлянин выходил и пугал народ Божий, пугал народ израильский. Он каждый день просто их пугал. Он запугивал страхом. Знаете, но был такой Давид, который в это время, когда весь израильский народ был запуган, что он делал? Он прославлял Бога. Он пас овечек в поле. Он соединялся с Ним. Он имел отношение с Ним в тот момент, когда нечестивец пугает израильский народ. И я хочу сказать, чтобы каждый из нас мы были, как этот Давид. Если мы будем в свое свободное время соединяться с Богом, если мы будем всегда держать свой фокус на Него, если мы не будем читать эти новости, потому что новости запугивают. Братья и сестры, я вам хочу сказать, социальные сети тебя загонят. Либо ты будешь с кем-то себя сравнивать, либо ты будешь за кем-то гнаться. Ой, у моего брата уже лодка, а у меня еще этого нет. Это хочет враг, чтобы твой фокус был сбит. Чтобы ты не смотрел на начальника и совершителя веры, а чтобы ты смотрел на кого-то рядом. И тогда твой фокус меняется, вера ослабевает. И еще страх. Да, израильский народ был в страхе. Потому что Голиаф пугал. Дьявол сегодня тоже пугает. Калифорния, знаете, уже сколько лет ходит под воду? Я не знаю, еще 15 лет назад говорили, Калифорния уйдет под воду. Мне говорят, Валера, ты не переживаешь за это? Я говорю, так слава Богу, быстрее к Богу попадем. Ну что тут такого? Ну уйдем под воду, уйдем к Богу, пойдем быстрее. То есть мы не должны бояться. Если мы уповаем на Господа, то какой страх у нас должен быть? Только страх почтения Господу. Но бояться обстоятельств. Бояться, что экономический кризис, еще что-то будет. Мы уповаем на Господа. Мы народ Божий. Если мы называемся детьми Его, то наш фокус, наше упование только на Него. Первое Яна, первое послание Яна, 4 глава, 18 стих. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Страх это рабство. Нельзя находиться в состоянии страха. Бог избавляет от страха. Когда у тебя есть страх, у тебя идет спазм твоих мышц. Не поступает кислород. Вы видели человека, который в панике? Который боится. Он теряется. Он не может сделать правильное решение. И это заканчивается в основном плохими последствиями. Так же и в духовной жизни. Когда страх приходит, страх парализует твою веру. Страх парализует мою веру. И я не могу жить верой. Я начинаю жить обстоятельствами. Я начинаю смотреть, что вокруг. И оно еще больше и больше затягивает тебя и меня. Но когда я смотрю на начальника и совершителя веры. Когда я имею подпитку от него. Все, что вокруг происходит. Я знаю, что Господь обратит все зло в добро. Потому что Он мой Избавитель. И как Давид говорил в 22-м псалме. Я когда читаю этот псалм. Я вижу, насколько даже если и пойду. Все равно победа. Потому что наш Бог победитель. Он совершил победу на Голгофском кресте. Если ты веришь, скажи Аминь. Потому что это так и есть. И еще одно место я сокращу. Это Иоанна 10.10. Враг пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Мы иногда думаем, что это касается финансовых вещей. А как насчет веры? Он же хочет убрать твою веру. Потому что без веры Богу угодить невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. А если веры нет, я как машина без бензина. Все, никуда я не пойду. А если еще страх парализовал мою веру. Все. Как я буду молиться за ближнего? Как я буду молиться за свою семью? Как я буду ходатайствовать перед Богом, когда у меня веры нет? Я даже не могу подойти, потому что веры нет. И именно в это последнее время я верю, что дьявол парализует веру наших верующих людей через страх. Мы боимся одного, третьего, четвертого. И мы живем в неком стеснении, в страхе. Что завтра будет? Ты по новостям сказали это. Ой, пророчество было то. Пророчество было... Я вам хочу сказать. Фокусируй свой взгляд на Иисуса Христа. Услышь от Него. Бог хочет говорить каждому лично. Да, пророки есть. Да, пророчество есть. Это все на своем месте. Но Бог хочет иметь личное общение с каждым из нас. Чтобы мы лично слышали Его. И чтобы страх нас не укутывал. Но чтобы мы побеждали страх. Потому что в Тимофея написано, в послании Тимофея, что Бог нам дал не духа боязни, но духа силы, любви и целомудрия. Поэтому, когда страх приходит в твою жизнь, лично когда какое-то смущение или какой-то страх пытается подкрасться в мою жизнь, я говорю, во имя Иисуса Христа, страх, ты не имеешь надо мной силы, потому что на мне кровь Иисуса Христа. И я не принял духа страха. Иногда себе нужно напоминать об этом, потому что ты, как и я, как человек, можешь забыть, но когда ты себе будешь напоминать об этом, что Бог дал нам силы, духа силы, духа любви и духа целомудрия, а не дух страха. И ты начнешь жить в другом измерении, ты начнешь доверять больше Богу, ты начнешь больше искать отношения с Ним и слышать Его голос. А когда ты будешь слышать Его голос, Он будет отличаться среди всех других голосов, которые звучат в этом мире. И ты сможешь сделать правильное решение в любой ситуации, в которой ты находишься. Павел, последнее место читаю, филиппийцам, 3 глава, 17 стих. Говорит, подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, их слава в сраме. Они мыслят о земном. И Евреям 2,14, Sorry, я не то место зачитал. Я просто прошелся по всем своим этим ноутсам. Вот это место я хотел зачитать. Евреям 2,14,15. А как дети причастны плоти и крови, то Он также воспринял онное, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то изъявила, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Иисус Христос пострадал на Голгофском кресте, чтобы я не жил в рабстве страха. Он дал мне свободу. Написано, что кого сын освободил, тот истинно свободным будет. Поэтому нам нужна свобода. И боязнь, она не присуща нам. Страх от этого мира, он не присущ нам. У нас есть страх Господень, и этого только нужно держаться. А бояться всего, что происходит вокруг, это ты дойдешь до кондиции. Я могу тебе гарантировать. Я видел людей, которые боятся выйти на улицу, потому что дым на улице. Ну, come on. Давайте будем реальными. Неужели ты один только, который выйдешь на улицу, и будешь дышать дымом? Ну, люди живут. Ничего с тобой не будет. И есть люди, которые живут в этом страхе. Я хотел бы, чтобы мы помолились. И если у кого-то есть этот страх, я хочу, чтобы ты сегодня просто молился, чтобы Господь забрал этот страх, который не от него. Чтобы Божья любовь, Бог есть любовь, чтобы Божья любовь вытеснила этот страх с твоего и моего сердца. Аминь. Давайте будем молиться.